Впервые в своей жизни Татьяна столкнулась с исламом и мусульманами во время командировки в Египет. История моя началась, наверное, 11 лет назад. Я поехала в командировку в Египет. Услышала азан, я думала, что это просто какие-то песни. После возвращения она стала переосмысливать свое представление об исламе, сравнивая его с реальной практикой, которую увидела в Египте. Я решила залезть в сам Коран. Ну, посмотрела, думаю, там, что всего 114 сур. Думаю, 114 я спокойно оселю. И начала читать. На арабском Коран очень красивый. То есть он связанный, лирически там есть какие-то там, то есть, ну, это как песня фактически. Хотя за этой песней еще спрятан еще глубокий смысл. Одним из выходов стало самостоятельное изучение Корана и арабского языка. Позже Татьяна поняла, что для воспитания детей знания о правилах чтения священной книги просто необходимы. Организовала мужа, он не организовался, потом организовала племянницу мужа, она организовалась. И мы написали с ней книжку «Арабский букварь-тренажер», который учит детей читать. Со временем изучение Корана принесло практическую пользу. Татьяне удалось создать арабский букварь-тренажер для обучения детей о замчтении на арабском языке. И потом затренировать эту буквочку. А ты помнишь, как зубы будут по-арабски? Не учишь название буквы, изучаешь звуки, потом эти звуки затренировываешь, и сразу начинаешь читать маленькие слова. От трех букв и уже начинаешь читать слова. Смысл, как бы у меня вот внутренний порыв душевный был такой, что я хочу, чтобы дети ходили с этой книжкой. Они рассматривали картинки, вот рассмотрели картинку, а потом вдруг раз, и мне захотелось почитать. Я сделала упор на то, чтобы мама себя чувствовала комфортно, когда читает букварь. Слова, которые нужно читать по-арабски. Тут рядышком есть страничка, в которой есть транскрипция этих же слов и перевод этих слов. Я все это рассказывала. Хотя бы минимум дать ребенку, когда он уже научился читать, что было ему почитать. То есть тут добавлено несколько сказочек, которые, чтобы они могли... Был материал для чтения. У меня результат есть с моими детьми. Я знаю, что другие дети, вот как бы по слухам, я вижу, что все-таки приносят пользу книга. Естественно, на этом женщина не остановилась. Она продолжает изучение арабского языка и Корана и учит ему своих детей. Для меня было приятной неожиданностью, что мои дети тоже начали читать. Делевер Саид Ахметов, Евгений Пахальчук, Денис Хахалин, канал Алиф, Украина. Саид Ахметов, Евгений Пахальчук, Денис Хахалин, канал Алиф.